Забыл сказать в прошлом видосе, очень огорчило, что в современной версии аэропорта Иркутска убрали то красивое табло, наверное многие помнят, прям за ступеньками сразу, как спускаешься со второго этажа на первый, там красивое электронное табло было, сразу за цветными надписями, там насколько я помню, красным цветом были отмененные рейсы, зеленым текущие рейсы, синим ожидаемые рейсы, возможно цвета путаю, но те, кто застали это табло, помнят насколько оно было красивым, таким приятным глазу, очень жаль, что его заменили на бездушные телевизоры. Чую звездец какой-то будет, у меня тут на ухо Колян присел, монтируем видос в его хате, так, на личные данные не палить, так, эту все удалить, часть, с личными данными удаляем, так. Не, ну отель конечно шикарный, отель уютный, все чисто, все прибрано, хорошо все сделано, единственное, что коридорчики там узкие были, и цена дорогущая, 3,5 тысячи за ночь, 3,5 тысячи за ночь, а вот собственно узкий коридор, узенький, я вот эту, в эту тележку я чуть не сшиб, когда пошел со своей сумкой и портфелем, вот он, я весь такой охреневший после перелета. А вот узенький коридорчик, реально коридор узкий, вот и зеркала только спасали. Я думал, я толстый, а ты в коридор даже не вмещаешься. Ну и вот, Колян, смотри, вот за счет зеркала коридор оказался чуть-чуть пошире. Ну ты вписался в зеркало? Да. И, кстати, у меня такое ощущение, будто я в этом коридоре уже когда-то был. Именно вот эти цвета, палас, видишь палас после этого? А, я думал, себя форма, наверное, насторожила. И все коридоры примерно одинаково выглядят. Нет, нет, именно цвет, цвет паласа, цвет паласа и цвет стен. А вот, кстати, номер, номер, блин, хороший, просто хороший. Он даже получше, чем на Росфоленции 18-й был. Два окна в номере есть, кровать шикарная. Что там еще из-за программы? Вот, единственное, что огорчило, что возле двери не было этой розеточки. Пришло, что позади комнаты надо ставить обувь. Не было нигра, которые будем тебе начищать ботинки. Не, у меня сразу ассоциации с Росфоленцией. То есть, кстати, номер-то получше будет, чем в Венигороде. Гораздо получше, просторнее. Но сама гостиница, конечно, маловато в плане коридоров. Так, свет, свет, свет. О, ванны нету, обломно. Ладно, душ примем. Оказалось, что сыростью попахивает. Телевизор даже есть, но не халена себе. Шторки плотные. Проветрие можно сквозное делать. Вообще хорошо. Вообще отлично, шикарно. Так, ну, что надо будет сначала по жирунке как следует. К сожалению, для ужина уже поздно. Кухня у них закрыта. Хотя вроде оказалось 5 часов вечера. В общем, кухня закрывается так рано. Ну, окей. Так. Как удобно-то. Удобство все. Надо себе дома так же сделать. Чтобы прям надморный светильник тоже был. Вспоминая опыт заселения в Красноярскую гостиницу, предпочту, пожалуй, проверить, что да как здесь. Со всякими пятнами постель предоставили. Пришлось просить замену номера. Ну, вроде все свежее относительно. Вроде бы неплохо. Да. Вроде бы неплохо. Так. Ужирать охота. Что сегодня? Позавтракал только и все. А уже 5 часов вечера по моим. Нужно душ принять. И в ближайшие киевские ехать. Хотя мне посоветовали тут какой-то ресторан Винки. Немецкий. Посмотрим, что да как. Душа хеленная. Глянь, напор хороший. Струя мощная. Вообще прекрасная. Единственное, что огорчила душа. Чена нет. И озадачила вопросом. Почему в Возвиженском было аж 3 полотенца для лица. Там для еще чего-то для тела. А здесь всего 2. Видимо какой-то там особый множитель. По звездам там как-то. Нет столько-то звезд будет. Столько на полотенце. Ни хера себе. Не, ну это точно не я сделал. Кто видать. На кровати. Это ж как надо было так активно тут ерзать. Патрахульки, наверное, были жесткие здесь. Какого-то отдолбили в стенку. Затейники. Отель реально хороший. Тихо, спокойно, уютно. Два окна есть. Мне в целом нравится. Ветер такой просто вообще аж сдувает. Какой тут нахрен видеоблог. Пару кадров и то мыльник. Сделаем и хватит на этом с улицы. Холодно, ука сдубило. Ресторанчик Винкель весьма уютный. Приятная атмосфера. Меня порадовали. Такое-то слабое освещение с основных источников света и отраженное от отдаленных источников. Плюс и новогодняя гирлянда мигающая. Это придавало особого уютного настроения. Еще понравилась кирпичная стена, как была выложена. Тоже очень интересная задумка. Заказал там себе кальмар на гриле. Пасту карбонара. Зеленый чай с жасмин. Было, конечно, все очень вкусно, сытно, приятно. Но мне все же хотелось KFC. Поэтому поехал до ближайшего ТЦ. И просто по полной отвел душу. Красиво оформили. Нравится, да. Да и бар в целом хорошо оформлен. Понравилось. Друзьям сказать, чтобы тоже приезжали. Пашка, Даркуша, давайте тоже. Будете в Иркутске, загляните сюда. Спасибо. Это... 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 В Крифсе. Правильно. В Крифсе. Куда же без этого. Сам город не привел меня в какой-либо восторг. Но вот конкретно это место и парочка еще таких подобных. У них есть что-то такое душевное, приятное. Красиво оформили. Скромненько и со вкусом. Сам же город, как я сказал, меня не особо впечатлил. Город как город. Ну и огорчило, конечно, что местами там... Улицы очень узенькие. Из двух краев улицы высокие здания. Как-то... Давит, что ли. Относительно современное здание. Неплохо даже оформленное. Но при этом рядом с ним... Стоит какая-то старая деревянная разваливающаяся рухлядь. Я не знаю, кто-то тащится от такого, но... Я этого не понимаю. К чему все это? Что там красивого? Гиганское красивое здание. А рядом... Маленький домичек. Ну, не обошелся без приколов. Этакие... Типа порно-магазин. Подхожу ближе. А это канцелярия. Молодцы. Творческий подход. Творческий подход. Вот это я ценю. Давно, уже лет, наверное, двадцать не видел такие будки. В Ленске их уж давно нет. Такая ностальгия по девяностым. Но это уже какой-то более современный вариант. Погода немного успокоилась. Пройдет стих. Потеплее стало. Аэропорт. Там неподалеку гостиница. Взял чай немного. Не могу без чая. Привык уже. Там есть кулер с водой. Сейчас чай все завалю. Видос буду монтировать. Не хочу, чтобы он как в прошлогодний видос задержался. Я с прошлого отпуска все еще не выложил видео полностью. Вот так вот откладывался. Даже до следующего отпуска дотянул. Негоже так затягивать. Не делайте, как я. На снимале монтируйте. В тот же вечер или хотя бы на следующий день. Да. Выкладывайте все в свое время. Собственно, это аэроотель. Туда сейчас спаду. Да, это аэроотель. Возле аэропорта. Я здесь был. Нагулявшись вернулся обратно в номер и захотелось потестировать замок. Порадовало, что есть защита от дураков, что нельзя оставить ключ в номере, закрыть дверь, захлопнуть ее и остаться без доступа во внутрь. Нет, все тщательно продумали. В этом отеле очень даже молодцы. Там, кстати, ближе к ночи уже какой-то бухой дебил шатался по коридору. Если бы не было этой защиты от дураков, он бы по-любому захлопнул номер и пришлось бы взламывать дверь. Техника. Еще по поводу непроницаемости штор. Насколько они мощные. Хорошие шторки. Плотные весьма. Руку с другой стороны не видно. Не просвечивает даже. Это вообще отлично. На улицу холодно. Не будем открывать. А в номере тепло. Горячие. Хорошо обогревают. Так, надо записать для протокола. Два стакана чая и всякого питья набрал. Это вот потом прочитать. Что это такое? Бодрит. То ли самовнушение, то ли сильно бодрит. Сейчас уставший захожу. Упиваю ее. Вкус такой интересный. Как будто что такое сладкое. Сладенькое. Сладкое. Отдаленно что такое фруктовое напоминает. Но очень разбавленное. Но при этом. Вкус при этом. Как минералка. В которую немного добавили фруктов. Запись идет. Отлично. Гринни Протект. Раньше так хорошо от нее стало. Надо будет потом еще купить. На обратном пути. Решил пошататься по коридору. Еще раз заснять. Что там. Да как. Вот номер 214. Я в нем жил. Вон весь такой бравый. Красивый. Надеюсь что когда-нибудь там пройдут какой-нибудь фуриовый ивент. Мечты. 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 Иркутск близко к Ленску. Мне было бы удобно добираться. Прямой рейс. Я в Иркутске. Вылетать уже в 6.30. Соответственно в 5.30 или даже в 4.30 начнется регистрация. Часов в 5 утра где-то надо будет уже выходить из комнаты. В 4.30 где-то проснусь. Быстро поем. Ну а сейчас уже пора идти мыться. Да. Дыргать ложиться. Это был весьма продуктивный. Я бы даже сказал длинный день. Но коридор блин все равно узкий. Очень. Хотелось бы пошире. Было бы хоть номера. Просторные. И все равно этот вид где-то я уже это видел. картину этот палац. Реально где-то уже было это. Кто все равно упал. История света!